Жизнь человеческая сложна и непонятна. Благоденствуют и купаются в счастье нечестивые. Терпят беду люди праведные и хорошие. Эта разбалансировка в окружающем мире очень часто мучила людей, и они с болью и воплем вопрошали Господа, почему так, а не иначе. Так молился Иов, так молился великий Антоний. Псалом 72 как раз посвящен теме несправедливости, царящей в мире, и попыткам разрешения ее, попыткам найти правильный ответ, почему все так, а не иначе. Псалматевец описывает в ярких выражениях жизни честивых и говорит, что, наблюдая за ними, он поскользнулся, он споткнулся, его душа смутилась. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. И далее очень выпукло и сочно перечисляются характеристики жизни людей, не знающих Бога. Им нет страданий до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, то есть они не трудятся, как все остальные. И с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Люди, живущие так, у которых глаза выкатываются от жира, в конце концов, по глупому своему сердцу, считают, что Бога нет, и промысел в мире отсутствует. Они спрашивают, как узнает Бог о делах их нехороших, и есть ли ведение в Вышнем. Вот все это видят многие. Псалмопевец тоже смотрит на это, и сердце его болит. Он говорит, если бы я сказал, буду размышлять так, то есть, что нечестивым хорошо, и они успешны, то я виноват был бы перед родом сынов твоих. Но нужно же понять, почему так, а не иначе. И вот псалмопевец ставит перед собой важную задачу. И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было это в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. То есть сердце его занимается мыслью о конце нечестивых. Он входит во святилище Божие, то есть его посвящает некое божественное озарение. И тут ему становится понятно, что будет в конце. То есть Господь как бы говорит ему, не смотри на то, что есть сегодня, подумай о том, что будет после. А что будет после? Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Они исчезнут так, как исчезает сновидение от только что пробудившегося человека. Когда кипело сердце мое во мне, когда терзались внутренности мои, говорит после этого псалмопевец, то есть тогда, когда я смущался, видя нечестие и счастье в одном числе, тогда я был невежда и не разумел, как скот был у тебя. То есть человеку открывается конечная судьба злодея и праведного, конечная судьба богатого и бедного. И он в ужасе и одновременно с радостью узнает, что не до конца забвен будет нищий, и не до конца будет хвалиться и укрепляться нечестивый. Но счастье продолжается только до предела нынешнего века, краткого и убегающего, как вода. Узнав об этом, можно ли завидовать человеку, высящемуся и гордящемуся? Конечно же нет. И из сердца псалмопевца истаргается следующий возглас. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. То есть я познал тебя, и главное счастье мое в том, чтобы к тебе прилепиться, потому что земное богатство недолговечно. Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут, ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. Исчези сердце мое и плоть мое, Боже, сердце моего и часть моя Божия вове. Я то все удаляющие себе от тебя погибнут, потребил я себе всякого любодейшего от тебя. Мне же прилепляйтеся к Богу и благо есть, полагайте на Господа упование мое. Возвестите мне вся хвалы твоя во врате, в челе сегодня. Мне кажется, смысл этого псалма чрезвычайно важен, потому что в виде несправедливости мирскую можно бунтовать и поднимать революции, а можно просмотреть, как бы прозирать в конец человеческой жизни и узнать, что как сон исчезнет нечестивый, а тот, кто прилепился к Богу, благо ему. Мне же, приближающемуся Господу, благо есть на Господа полагать упование мое. Это был псалм 72-й, братья и сестры, чудесный, глубокий, врачующий раны общества. Под каким еще деревом найти тень для измученного от зноя житейской несправедливости? Конечно, под деревом, выросшим в саду божественных песен, под одним из псалмов его. Посему до встречи в нашем чудном саду, который не вянет и не перестает приносить утешающие для нас плоды. Субтитры создавал DimaTorzok